Северная орхидея Сейчас мы поговорим о северных орхидеях. Это очень богатая тема, обширная, и она сложная одновременно, потому что многие считают, что много их мы видим. Идем, прогуливаясь от Северодвинска вдоль железной дороги на уйму до Солзы, а слева и справа в болотах мы видим такие метелочки яркие, охристые, оранжевые, красненькие, порой белые. Красивый столбик, на нем соцветия, в пятнышко-листики. Это ядрышник пятнистый, либо это пальчатокоренник Трамштейнера, о котором мы сейчас поговорим. И эти растения не резко отличаются от всех других, но их много видов. У нас только под Северодвинском, в окрестностях Северодвинском, можно встретить 8 различных северных орхидей. И вот почему все-таки их нельзя трогать? Они очень просятся в букет, так и хочется их сорвать, настолько они оригинальные и красивые. Но от этого надо воздерживаться, потому что они очень капризные в размножении. Да, много семян в семенной коробочке, порой бывают мелкие очень семена, до тысячи таких семян в одной коробочке. Но для того, чтобы они выросли, им надо не просто попасть в благоприятные условия, чаще всего это влажные почвы. Но и их семена, спороподобные семена, они должны войти во взаимодействие с определенными видами грибов. У них должна быть особая экология отношений с окружающими растениями, питательными веществами. И хотя есть среди них большинство многолетних, но они не сразу развиваются. Долгое время идет созревание семени, молодого растения. И поэтому мы можем не видеть их в определенном месте 2-3 года. Вдруг их появляется много, потом они через 2-3 года исчезают. И эти растения очень капризны даже наблюдением за ними. И здесь как раз я хочу больше всего заострить внимание на том, что у нас есть такой уникальный пальчатокоренник травмштейнера. Это тоже многолетнее травянистое растение. Оно с трехлопастным клубнем. Сразу вам напоминаю, что все элитные растения, такие же как женьшень, имеют особые формы корней. Здесь тоже. И это растение высотой обычно 35, очень редко до 50 сантиметров, с тремя-четырьмя пятнистыми, часто зелеными сидящими такими листьями, они сразу бросаются в глаза. И вот этот пальчатокоренник, он редкий, его не так часто мы встречаем, но он равномерно покрывает всю Архангельскую область. И вот из-за труднопредсказуемости встречи с ним, порой можно как раз и не задумываясь сорвать его. Но запоминаем, что это растение очень нуждается в защите. Его место не в букете, а именно на природе, в естественных условиях. Я хочу привести такой пример, что моя бабушка, которая родилась в начале 20 века, и она жила сельским хозяйством, постоянно занималась сенокосом, держала коров, кос, кур. И вроде бы отношение крестьянки к земле должно быть такое, что ну что там цветок сорвать? И я помню, что когда мы традиционно приезжали уже в июне на летние каникулы в Вельский район, в эту глухую деревушку, глубоковскую, то бабушка всегда говорила, не рвите цветы зря. Зачем вы их переводите? Вот надо на сенокос, скосили, корова съела. А просто так-то вы зачем букеты рвете? Вот была какая-то даже здесь народная мудрость. И дальше, говоря уже об семействе архидных, хочу сказать, что они произрастают в незимных, заполоченных местах, я бы так сказал, вроде бы неблагородных. Но на самом деле они являются очень капризными и уникальными растениями, потому что первый зеленый лист у них даже после того, как семя попало в самое благоприятное условие, появляется только на третий год. Ну и еще одна угроза, которая возникает для их развития, продолжения жизни, это то, что болота часто мы осушаем. К сожалению, в осушенных местах обитаниях они уже не могут развиваться, они уходят. Поэтому все архидные внесены в Красную книгу Архангельской области, все просят их очень оберегать. И я думаю, что мы тоже будем беречь эти красивые, уникальные растения.